МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4,5 миллиона рублей выделены из областного бюджета, чтобы к 1 сентября обновленная школа приняла своих юных спортсменок. Проведена замена окон, отремонтированы раздевалки, душевые, покрашен спортивный зал, заменены коммуникации. Замена будет произведена ламп на более современные, что позволит заниматься в вечернее время суток совершенно без проблем. Реконструкции и строительство спортивной базы уделили много внимания участники традиционной коллегии регионального министерства физкультуры и спорта. Это одна из главных задач отрасли, как подчеркнул ее руководитель Сергей Кузьмин. Именно база позволяет не только вести полноценный тренировочный процесс, но и привлечь в регион крупные всероссийские и международные соревнования. На ближайшие два года таких запланировано провести не меньше десятка. То есть, если раньше у нас не было такой возможности, то сейчас, в то время, когда льда нет на Волгоспорт-арене, есть возможность проводить хорошие массовые спортивные проекты. И вот мы уже это реализовали. Кроме того, именно наличие современной базы позволит увеличить число простых любителей физкультуры. Сейчас их в регионе 33%. Это на 2,5% больше, чем год назад, гласит беспристрастная статистика. В планах к 2020 году довести до 41%. И чтобы реализовать задуманное, 4 ведущих фитнес-клуба «Ульяновска» подписали соглашение о сотрудничестве и создали региональную фитнес-ассоциацию. У нас у всех клубов прекрасные площадки, прекрасное оборудование, прекрасный инструкторский состав. Я думаю, что мы готовы делиться этим со всем городом. Спорт высших достижений, как и любительский, также на особом контроле главы региона. По мнению Сергея Морозова, каждый базовый вид, а их в области сейчас 14, должен иметь свою отдельную базу. Именно поэтому буквально на днях запланировано открытие спортивной школы бокса имени Липатова. А центром для нее станет ФОК «Мальвина», который выкупит в областную собственность у железнодорожников. Если мы вот это все сейчас создадим, по каждому еще базовому виду спорта, то тогда точно, конечно, громадный шаг вперед в рамках профессионального спорта, связанного с развитием. Кроме того, в ближайших планах создание в регионе спортивной школы по биатлону с базой в Завожском районе и школы по адаптивному спорту в техниками Олимпийского резерва. При этом число базовых видов спорта намеревается увеличить в полтора раза и подготовить участника зимних Олимпийских игр 2018 года. Коллегия Министерства спорта наметила исторические дела и сама ушла в историю. Михаил Рассашанский. Новости Ульянской правды.